Всем привет, ребята! С вами снова я, Кристина, и вы на канале Кристина Тив. Ой, сейчас это поудобнее. Кстати, вы заметили, я покрасила волос. А, мне кто-то укусил! Это была трава. Да, вот такой вот красный. Это не краска, ребята, это тоник. Короче, всем привет, ребята! С вами снова я, Кристина, и вы на канале Кристина Тив. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать мои новые ролики, а мы начинаем. И сегодня я решила рассказать свой вкус к песням. У каждого человека, у разных людей разный вкус песен. Но некоторые, бывают, так сходятся, то, что они прям любят одно и то же. Кстати, смотрите, какой у меня костюмчик. Классный, да? Я очень люблю военную одежду. Там, чтобы что-нибудь военное было. Ой, такое вот. Вот. Но это вообще не к теме. Итак, что я люблю слушать? И мой любимый певец. Если вы еще не знали, то мой любимый певец это Денис Ридер. Мне очень нравятся его композиции, песни. Он и зачитывает рэп, и мелодраму, в смысле медленные песни, и быстрые песни, рэп, и мелодии. Этот певец просто поет песни реально со смыслом. Допустим, вот это первое. Если вам нравится Денис Ридер, напишите это в комментариях и поставьте лайк. А если он вам не нравится, то давайте я посмотрю количество людей по дизлайку. Мне кажется, что Денис Ридер талантливый певец, и он много времени посещает на своих видео, посещает своим видео, потому что он реально очень красивые песни поет, они со смыслом. И он это все песни, кстати, неделимыми, будущее, все посвящал какой-то девушке, Виктория какая-то, это его вроде бывшая девушка. Мне нравится рэп. Я его так люблю иногда слушать, да, допустим, песня, я не буду ее включать, это «Одинокая звезда». Ну, она там, конечно, не закрыта ни цензурами, но она очень хорошая песня, это реально рэп, я просто люблю эту песню. К сожалению, любимой певицы у меня нету, и раньше это была Нюша или же Бьянка, я очень любила ихние песни, но сейчас я просто их не перевариваю. Бьянка ведет себя как не знаю как, вы просто посмотрите ее видео, это просто с ума можно сойти. Ну, блин, я думаю, то, что каждый думает, то, что она ведет себя слишком распущенно и нецензурно. Нюша еще такая более-менее, ее песни я могу послушать в некоторых случаях, где-то набрать ее, песни послушать, там они у нее вообще бессмысленные. Да, допустим, вот эта вот песня там, она посвящает там таблеткам Террефлю или как там. В смысле, мне кажется, они у нее бессмысленные. Допустим, вот эта вот Бьянка тоже самая, что поет песню «А че-чо». Блин, вот именно «Че за бред? Че-чо, блин?» Ну, я не знаю, мне как-то нравилась эта песня, я ее слушала 10 раз, я ее пела, под нее даже выступала своим друзьям, но я не вижу смысла в этой песне. Кому она ее посвящает? Какой смысл в этой песне? Не знаю. Вот еще одна песня из моих любимых треков. Я не знаю, кто ее поет, честное слово, просто там композит реально английский. Слушаем. Тоже реально прикольная песня, она называется «Rockstar» по-английскому, и может она и бессмысленная, но просто надо знать ее реальный перевод, и тогда вы поймете смысл этой песни. К сожалению, я не знаю перевод этой песни, это смешно, но мне нравится слушать ее, как она поется по-английскому, и я не хочу узнать перевод, просто она мне нравится. Тоже, кстати, классная песня, особенно «Конец», и поет ее «Руки вверх». Мне очень нравится эта группа, где он еще поет «Забери ключи, мне они ни к чему, для меня твой дом стал чужим, понимаешь?» Мне тоже нравится группа «Руки вверх», и вообще я от нее обалдею. И его песни точно со смыслом, он очень хороший певец, и просто браво. Та песня, которую я сейчас спела, это была «Ты плачешь темно тем», очень классная песня. Да, мне еще, кстати, нравится «Дым», Леша Свик поет, и вообще мне нравятся его песни. Они как бы и смыслены, и бессмысленны, например, «Дым». Ну и на этом мое видео подошло в концу, вы узнали песни, которые мне нравятся, и это еще не все. Мне нравится очень много песен, но мне нравится, когда они смыслные, хоть и бессмысленные. Я очень люблю песни, если вы тоже, давайте напишем это в комментарии и поставим лайк. Я просто вообще не представляю жизнь свою без музыки, это просто можно умереть. Если вы представляете свою жизнь без музыки, то напишите это в комментариях. А если вы не видите смысл своей жизни без музыки, то напишите это тоже в комментариях. Я буду отвечать на ваши комментарии, их лайкать, потому что я рада, когда вы мне их пишете. И всем пока-пока!